Жорк, с вами! Да, самые счастливые минуты за все эти годы Это когда раздавались звонки Моих прежних и скобелых друзей И они с трепетом, с голосом Просили подготовить их бездарных потомков К показу в театр И начиналось забытое счастье репетиции Но это было лишь уривтюрой К самому счастливому дню показа Котовка, я поднималась рада Кремеша, накладывала толстую сочку катуки на мое лицо И я отражалась в театр Зачем? Чтобы подыгрывать во время показа А на самом деле, на самом деле Для того, чтобы еще раз Хотя бы один раз Стоять на сцене Вон же мой Кого я только не подыгрывала за эти годы Клеопатла О, где я? Нина, царечная Я человек Я представляю, как они сидели в квартире Зажал урты, чтоб не разогататься А я, 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 я отправлялась домой Ждала, ждала, ждала звонка Они должны были понять, что я еще живая Что я актриса Но, но они Они не звонили А если бы Позвонили Я бы, я бы отказалась Я бы все равно бы отказалась Но они Они толщины Они должны были мне Позвонить И так Я прав Ты хочешь Играть И я предложу тебе Сыграть Что сыграть? Что сыграть? Ее Ту, что в старости вспоминает всю свою жизнь Кого? Кого ее? Две Женщины определили третью жизнь И обе дожили Для глубокой старости Первая Его юная жена Несравненная Анна Григорьевна И другая Безумная страсть Всего через всю жизнь Сладкая Преопутительница Аполлинария Сумслова Как я поняла Вы хотите Чтобы я Сыграла пьесу Женщины Настоенского Но я Никогда не слышала Что такая Пьеса Есть Но будет Я ведь гений Вы Вы ее напишите Писать ничего не придется Не вниките Подлинные Подлинные Сумслова И агентные Воспоминания Их ты меня не представишь Где? Где? Где вас там Эти гемники? Ха-ха-ха Со мной Эти старуха Всегда Со мной Ну Согласно Что ли? И за что? Я не люблю пьесы с двумя главными женскими ромями. Я собственница, я даже гримёрщик, запрещала гримировать других актрис. В твоей пьесе будет только одна, женская роль. Ты сыграешь ту, на кого так похожа, красавицу, Аполлинарию Суслу, её дневниками мне подставит. Не надо, не надо, не надо смеяться, не надо сам же как сумасшедший. Ты ведь уже прекрасно поняла, кто здесь под диваном. Это я. Федя! Какой Федя? Достоевский. Федя. 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 Вы, вот, пришли навестить старого джаза под диваном. Эй, старый клоун, эпилептик, драчун, молчи, не будешь тихать, а опять молчи, может иначе у нас. Говорят, неделю назад сюда пришла какая-то древняя красавица. С прекрасным овалом лица. Я бы сказала, обвалом лица, обвалом. Ну, старый ладил ад, меня в педуру на юань гемарной прелести. А на возьмите гроши с хопа, ищетвы. А вы, видать, не пережил. И предпринял пути в сердце. Это вы, а это вы. Самое вредное, врачи стихи. Я встретил вас. Я встретил вас. И все былое, ну, поджившим. Фу, сердце. А чего? Ну, почему вы покинули ваше очаровательное гнездышко? Спасибо за книги. И как волнусь я, а без него так трудно общаться между ним? Ну, человечество еще только привыкает к жизни под диванами. Мне пришлось вам лезть на ряды. Вы не такой молодой. Ну, как вы оказались в этом доме. Пардон, старуха. Это дом для престарелых. Да. Инвалидов. Я, пенедки, товарищ полноправный. Инвалид. Член этого дома. А здорово ты грохнулась. Смотри, кружится, как молодая коза. Я крут. Бац! Ну, еще бы узнать, что ты беседуешь с самим Достоевским. Да. Это мистично. А если вам сказали, что я, Вильям Шекспир, нет, я Сара Бернардт. Я все равно ничего не знаю про твою Сара. Я про мешков сейчас знаю. А что, здесь пиво есть? Здесь пиво нет. И вот я кружусь от восторга. И вот я уже в этой, ну, в этой самой... В 21-й буду. Да, 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 да. А я так обрадовался, когда она грохнулась. Будет знать ведьма, как терроризировать, я не прянусь под диванами. А потом смеял гнев на милость. Ел мыслящей. Повторяй, 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 повторяй. Если старая ведьма не окопытилась, Пусть передаст ей дневники Мучительнице моей Аполлина Рисусловой И воспоминания Жены моей Анны Григорьевны Чтобы старуха Поняла, кого я предпочел Поняла мой выбор, понимаешь? Прогадаю, ваши книги Буквально оставили меня Кстати, ты обратила внимание ведьмы На подчеркнутые мои места? Ненавижу, когда портушки не любят Но надо сказать, что вы абсолютно точно все отметили И получился готовый литературный монтаж Женщины Достоевского Никак не хочешь сказать Твоей женщине Во всех как будто коробе, когда я говорю Я, майор Достоевский Если бы вы Только знали Скольких сил Не стоило понять Что я Это он Все началось Когда я по стальонам работал Зашел я как-то Спим в бар После разгрузки Смотрю Мужик-то сидит такой Рыж-рыж Ну типичный вак Набрались мы с ним По черному Тут у них мои Знаешь ты Душа наша После смерти Переселяется И сам Других людей Живот И растительность И вот с тех пор Она Поселилась во мне Стала учительно думать Кем же ты был 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 И вот ты Пример Где была Я Наверное Камышон обегреть Или пингвин В общем Что-то очень Неверное Нет Ты красавица Ты Была Наверняка Какой-нибудь Райская птичка Ты прости У меня привычка Как у всех Псих Отвлекаться В общем Брошу я по улицам Вспоминаю Кем же ты был Кем же ты был Кем же ты был Федя И я Не пью Так вы и помни И вдруг Лизий Макс Подсовывает Мне Федина Сочинение Идиот Считаю Бартики Терративные Идиот В калычках В этом Сочинение Сочинение Хватает За Федину Биографию Но он Седя Я тоже У него Прибат У меня Тоже Я ненавижу Свои грехи Но держусь За них Он тоже Я составляю Всех Принимать Меня Таким Какой я Есть Торник Он тоже Свои грехи Свои грехи Свои грехи Свои грехи Спасибо Глупости Во-первых Вы Лоб И с ней Раскрашаются Как Это Вас Красавица Не только Когда Вы Под диваном Но и На диване Ты А моя Несколько Глупость Не и Седина Это Божья Серебряная Сетка На золотых Влазах Обвал лица Морщины Я вижу Только Колбы И глаза Сквозь Зимнее Окно В Прожилках Изброси И так Ты Истинная Полина И вот Ты Дожила На глубокой Старости И вот Ты Вспоминаешь Возьми Полину Книгу Но Полина Иисус Слова Она До самой Смерти Была Победоносная Возвращительница Одна Куда меня Это все В кореком Прошлом Ты что Отказываешься Не совсем Не совсем Так Я бы дальше Попробовала Но Не Полину Возвращение Возвращение Обо мне Негодяй Сборщик Ты Не вылезала Из драгоценных Туалетов А у Ани Достоевский Не было денег Чтоб купить себе Лишнее платье Я словно вижу Тебя в твоей Володощи Кто видит Этот Берсарин Ты В роскошной Каракуле Вой шуме Была Это Называлось Монток Твои руки В роскошной Муфти Носила Носила На ногах Моднейшие Туфли С драгоценной Драгоценные Кокетливые Ботики Да Да Я все Это Носила Но На сцене Болван А в жизни В жизни Я была Скромна Я была Так скромна Так скромна Так Как Анна Григорьевна Радуйся Радуйся Мои Ани Был только один Муж А сколько их было У тебя Сколько было номеров Твоих мужей А это не важно Все Разговор окончен Анна Григорьевна Скоруха Ну Высушай Ну Ну подумай Ну высушай Анна Прикольевна Как Как Я Любил Парень Парень Мне сейчас Представлюсь Что Эта Эта Особа Приехала Сюда Что Он Видел ее Тайно Ничего Мне не Говорят Не Это Только Вспомнить Только Вам Горзит Шум Вашего Платья Я В руки Селень Чем Срать Готов Горзит Они Думали Они Думали Что Я Ничего Не Знаю Они Смеялись Надо Мною Нет Никогда Этого Не Будет Я Слишком Горда Знаете Любим Что Когда Нибудь Я Вас Убью И Не Поклону Убью Что Вас Люблю Или Приливну А Так Просто Убью Потому 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 Я Дала Себе Слово Никогда Не Слушать Нет Не Оставлять Его Одного И Не Слушать Его Слова Я Знаю Я Знаю Это Дурно Но Что Делать Потому Я Шум И Он За И Знаете Невероятная Вещь С каждым Днем Я Люблю Вас Все Больше А Ведь Это Невозможно Скажите Слово Я Соскатю Безду Мне Представилось Что Он Вместо Того Чтобы Ходить В кофейню Читать Газеты Он Тайно Ходит К ней Человек Дескит Эк Нерод И Любит Быть Лучит Неужели Неужели Это Особо Меня Так Не любит Что Она Готова Нарочно Ему Отдаться Лишь Только Досадить Меня Я Я Умру Если Это Случится Господи Господи Я Дед Вы Вы Жас Любите Фаврины Я придумала начало. Анна Григорьевна, старая свеча, Она одна в доме, И перед ней лежат ее записи. И этот город бумаг и есть самая жизнь. Живя в полнейшем уединении, Я погрузилась душой в прошлое столь счастливое. И это помогло мне забыть пустоту И бесценность моей нынешней жизни. Перебирая дневники моего мужа, И свои собственные записи, Я находила в них так много интересного, Нового, что мне захотелось все это сыграть. Нет, 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 нет! Ты не так плачешь, Ты себя жалей. А моя Аня Себя никогда не жалела. Она меня жалела! Да если бы мы свидетели с ней, через сто лет распада себе плагана. Она бы сначала мне на грудь бросилась. Она бы меня спросила, как ты жил, Федя. Аня, я теперь известным страдалец. Любить страдальцев, в них правда. Я принес тебе свои стихи, чтобы ты через них душно поняла. Я знаю в любви свою любовь, которую понять нам не дано. Пусть всё, что делаю, пока...